Матч Мелбет Матч 28 тура Мелбет Первой Лиги, первенство России по футболу на стадионе Геолог в Тюмени между хозяевами и нефтехимиком начался. Нефтехимик будет подавать угловой поворот хозяев. Аккуратный навес, скидка, явно наигранная комбинация. Там свисток раздался, было нарушение правил в атаке, но даже этот эпизод, когда совершенно четко пытались свои тренировочные наработки воплотить в жизнь футболиста нефтехимик, он дает представление о том, что эта команда действительно системная и стандарт это вообще очень важная такая составляющая хорошего современного футбола. Теперь уже нефтехимик может быструю атаку провести и гости это с удовольствием делают. Подача в штрафную, прекрасная комбинация и прекрасный гол. Забивает Султан Джамилов. 1-0. Нефтехимик, который и начал уверенно, и уже и подходы имел к воротам соперника, и стандарты исполнял. Вот нефтехимик в быстрой атаке, прекрасно разыграв мяч, открывает счет. И делает это Султан Джамилов. Удастся ли такую пружинную, быструю контратаку нефтехимику организовать? Да, удается, выход 1 на 1, и мяч снова в воротах, и снова забивает Султан Джамилов. 2-0. Быстрые, стремительные атаки нефтехимика, это настоящий кошмар для Тюмени в эти 20 с небольшим минут. Максимум скорости, минимум передачи, это рецепт успеха в атаке во всем современном футболе. Болотов на коротке, и удар по воротам. Я думаю, что это лучший удар, который пока нанесли хозяева в сегодняшнем матче. И дальше через Кокоева. Направо всю ширину поля использует команда Кирилла Новикова. Вот мяч уже и в штрафной удар, в ближний угол. Еще одна хорошая комбинация, и завершал ее Константин Шельцов. Шельцов воспитанник системы московского «Спартака». Еще одна передача в штрафную. Вагис Галюлин удар подкручивал под дальнюю штангу, но не докрутил. На высокой ноте нефтехимик завершает первый тайм. Вот здесь, в этом эпизоде, который длился минуты полторы, было все. И давление, и точная игра в пас. Синяк. Подача. И удар на Сырова. Мощно, но не точно. Косаткин. И дальше головой. Здорово. Татаринов падает. Мне тоже в динамике показалось, что никакого пенальти там не было. Тут Татаринов так всплеснул руками, взглянув на арбитра. Я симуляцией это не назову. Самойлова я отмечу, потому что он очень деятелен после того, как вышел на замену после перерыва. А здесь, здесь руками придерживали Султана Джамилова. И в руках у арбитра красная карточка. Тюмень остается в меньшинстве. И вот сейчас о ее шансах спасти этот матч, можно говорить, уже в прошедшем времени. И два мяча забил в первом тайме Султан Джамилов. Подача. О-о-о! Что-то мне это напоминает. Что-то очень горькое из истории сборной России. Осень 99-го года. Ну, дальше не буду продолжать. Я думаю, что многие помнят. А для кого-то повод в справочниках порыться. Петров. И замена сыграла у Кирилла Новикова. И вышедший с начала второго тайма Максим Петров забивает красивейший мяч. Джамилов. Максим Петров. Удар в дальний. Гол! Это был пас! Это был пас! И только взмах судейского флажка мешает Магомедову по полной программе насладиться этим голом. Потому что взятие ворот не засчитано. В утешение вратарю Тюмени Егору Любакову я скажу, что Александр Филимонов. Сам Филимонов пропускал похожий мяч. А потом стал чемпионом мира по пляжному футболу. Считайте это намеком. На этом все. Нефтехимик громит Тюмень на выезде. 3-0 вместе с вами. Футбол смотрел Олег Пирожков. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok